Всем здоровски, с вами Эйс, это дневной летсплей, в начале которого я хотел бы сделать небольшое объявление, потому что с этого момента я хочу вам так сказать, все ролики будут короче, намного короче по продолжительности, потому что длинные ролики заливаются очень долго на ютюб, для заливки на ютюб у меня уходит порой по 15-20 часов, понимаете, это очень долго, я считаю. И, блин, я считаю, что лучше делать коротенький ролик, который будет четко отражать суть, то есть название ролика будет, допустим, такое, я иду, например, по пустошам, да, и встречаю торгашей, допустим, встреча с торгашом в пустошах, и то же самое будет происходить в ролике, то есть один эпизод, в котором я встречаю торгаша, там и, в общем-то, я с ним как-то взаимодействую, либо его убиваю, либо с ним торгую и ухожу, может быть он будет 5 или 10 минут, может быть 15 или 20. Не знаю, не суть, но какой-либо эпизод будет четко отражаться в названии ролика. Для чего это нужно? Или, например, ролик будет посвящен какому-нибудь определенному персонажу, встреча, допустим, с Киллианом Дарквотером, да, и весь этот ролик я буду как-то с ним взаимодействовать, там, общаться, да, Либо ролик, там, посвященный какому-то одному квесту, например, уничтожить Радскорпионов в пещере, да, а, битва с Радскорпионами в пещере Радскорпионов, что-нибудь такое, или пещера Радскорпионов будет просто называться. Вот, и в этом ролике будет исключительно показана только битва с Радскорпионами в этой пещерке, и он будет длиться, там, 5-10 минут, опять же. Либо ролик будет посвящен оружию, например, обзор, там, на пушки из первого Фоллаута, да, который я собрал. Например, там, на винтовку, на автомат Калашникова, либо, там, на энергетическую пушку, да, на плазменный пистолет, который вот у меня сейчас есть, да. Вот такие вот ролики, то есть, может, они будут очень коротенькими, но зато, пусть они будут коротенькими, они будут намного удобнее и для вас, и для меня, потому что я считаю, что смотреть, там, часовой ролик никому не интересно, а посмотреть какой-то определенный эпизод игры, который может вас заинтересовать, это будет намного интереснее, потому что, если, допустим, вы хотели, там, узнать, какую пушку, там, я нашел в какой-то момент, там, или, может быть, хотели узнать, какие вообще типа оружия, какие типа предметы вообще есть в этом Фоллауте, либо какие квесты есть интересные, это будет намного интереснее. Почему я не сделал этого раньше, я не знаю, потому что я, слоупок, блин, я только сейчас до этого допер, что это, на самом деле, удобнее. И я просто буду включать запись в определенных моментах, то есть, допустим, играю сейчас, прохожу какой-то момент, отключаю запись, Потом начинаем следующую запись Там следующий эпизод Который я называю уже по-другому И он будет посвящен другой теме какой-то Другой, другой, другой часть игрового процесса Это будет удобнее для вас, я думаю И удобнее, опять же, для меня Потому что мне будет потом удобно Это все находить, понимаете? Это круто, я считаю, что это отличная идея И как-то Вроде роликов будет больше, да, на канале Но это не для того, чтобы их сделать больше Я считаю, что если их много, это Это, с одной стороны, хорошо С другой стороны, плохо, конечно Плохо, да, когда их дофига роликов там на игровую тематику Но все же мне Мне будет удобнее, мне будет удобнее Искать какие-то эпизоды из игры Потому что вот сейчас я просто об этом подумал Что вот мне надо будет скоро монтировать там ролик Допустим, про Джанктаун Блин, мне придется пересматривать Весь часовой летсплей Который был у меня до этого, чтобы найти там Допустим, какой-нибудь разговор с каким-нибудь Из персонажей в Джанктауне Для того, чтобы мне потом его поместить в свой Монтажик, да В свой конечный ролик там Который я буду монтировать по, допустим Истории Джанктауна Это геморройно, это геморройно Я не хочу сидеть и целый час просматривать этот ролик А если бы у меня он был разделен, скажем На четыре части или на пять частей И каждая была бы названа, например Встреча с Киллианом Например, битва с черепами там Например, там Уничтожение казино Богизма, да И там И, например, приручение пса Приручение пса Безумного Макса Вот, четыре эпизода В принципе, основные моменты Которые у нас встречаются Ну, еще, например, там, допустим Разоблачение там Лавочки Доктора Морбита, да Там, который торгует мясом Вот этим, да, человеченкой Вот И вот эти все пять эпизодов Мне потом было бы удобнее просто искать Сами подумайте Ну, ладно, я вам все это объяснил, да И, кстати, с этого момента Я, наверное, буду меньше-меньше комментировать Меньше буду останавливаться На какие-то комментарии Во время игры Потому что надо побыстрее ее проходить У меня еще впереди куча фоллаутов А я очень смедленно прохожу, блин Я начал 2 марта Сегодня уже 16 Думал, что где-то 3 дня уйдет у меня на все это Но уже 14 14 дней прошло В то время, как мой братишка Лео Прошел эту игру всего за пару дней Вот вам и разница Но все дело в том, что я очень долго комментирую Останавливаюсь на каких-то определенных моментах Получается, что у меня не летсплея Какой-то Какой-то Даже не видеоблог А какой-то подкаст больше получается Какой-то подкаст, под который я играю Больше болтаю, чем играю Это неправильно, я считаю Надо больше играть, чем болтать Вот так вот Если, конечно, что-то уж прям суперинтересно будет происходить Да, я могу остановиться и что-то рассказать Вот как сейчас, например Сейчас важное объявление, да Потому что с этого момента все меняется Первые 10 серий были в одном ключе Следующие там 10-20 серий будут в другом ключе Я думаю, их даже больше получится Потому что они будут коротюсенькими Ну что ж, в первой серии я хотел бы рассказать вам О оружии, которое я нашел в последнее время В пустошах и приобрел в Хаби В Хаби-Баби, да И нашел даже здесь Вот в канализациях под Некрополем Первая пушка, которую я нашел Ну, в общем, пушка, которую я нашел уже давно Но тут, конечно, не все оружие Я пистолеты, смотрите, от всех пистолетов я уже избавился Потому что они не очень эффективно уже стали Они слабоваты Ну вот, допустим, винтовку я до сих пор таскаю Потому что для нее много патронов Мне жалко ее выбрасывать Все-таки я стараюсь экономить патроны для Калаша Калаш это вообще для меня must-have Пока что супер-супер-пупер оружие Я его стараюсь экономить Стараюсь его попусту не юзать А вот сейчас я покажу вам, какое оружие я юзаю чисто на гулей, допустим Чем я убиваю гулей? Гулей я убиваю охотничьим ружьем Это очень удобно, потому что Тратить на них автоматные патроны Это просто глупо А охотничьим ружьем не жалко Если даже оно взорвется Или у вас в руках, или потеряется Допустим, выпадет у вас из рук куда-нибудь В кучу мяса его не найдете потом Это не страшно, не жалко Да к тому же и патронов у меня для него дофигища А патроны для него более дешевые Что же это за ружье такое? Это полуавтоматическая винтовка Кольт Рейндж Мастер Калибра 0.223 Стреляет она только одиночными патронами Одиночными выстрелами Для того, чтобы ее взять в руки Вам требуется 5 сил То есть, по сути Вообще для всех этих пушек Вам достаточно минимальной силы 5 Понимаете? 5-6 То есть Если вы поставите силу на 5-6 В самом начале При создании перса То вы сможете без проблем Таскать все эти легкие пушки И даже, видите, легкие энергетические пушки Для этого достаточно, я считаю Также, смотрите В эту винтовку В это ружье Влазит 10 патронов Что очень немало, я считаю 10 патронов Хоть одиночные, но они довольно мощные Выстрелы, получается Весит она 11 фунтов Для сравнения Все остальные пушки Весит у меня намного меньше Автомат весит 8 фунтов Хотя это калаш Он куда круче Плазменный пистолет Тоже весит поменьше Да, получается, что Довольно-таки громоздкая Такая винтовочка И это необоснованно Весит она многовато Все-таки Но старье Есть старье Все-таки И когда-нибудь Я, конечно же, от нее избавлюсь Когда у меня будет патронов В избытке для калаша Либо когда я перейду полностью На плазменную пушку Следующее оружие Которое У меня Появилось Это Автомат калашникова Штурмовая винтовка Его я приобрел В хабе У Джейкоба У того парня Который торгует Незаконно В райончике В районе старый город Да Он торгует Фактически Подпольно Этими пушками И Вокруг там Кругом криминалитет Такой обитает Это местное гетто Как Детройт в США Как Детройт, да То же самое И в хабе То есть По сути Все у клиента Это какие-нибудь Головорезы Бандиты Мафиози Что же он в себя представляет Автомат калашникова Я думаю В представлении Не нуждается Но это какой-то Модифицированный Автомат калашникова АК-112 Потому что Он отличается От АК-47 Очень сильно У него по-моему Как видим Рожок меньше И сам он выглядит Как-то более компактно Что ли Хотя в общем Форма и цветовая Гамма его Точно такая же Как у оригинального Калаша 47 Старая военная модель Не используется Со времен войны Войны Видимо Великой войны Которая была В 2077 Да Я уж подзабыл Да 77 год Со времен Великой войны То есть Даже в Великой войне Это говорит о том Что использовались Калаши Вот насколько Это популярные Автоматы Что они даже В Фоллауте Обрели Вторую жизнь В альтернативной Вселенной Даже В альтернативной Вселенной Даже эти Калаши Остались Это просто Поразительно Стреляет он Одиночными Автоматическими Патронами То есть Смотрите Что я говорю Вообще Стреляет в одиночном И автоматическом Режиме То есть Можно очередью Стрелять Так же Как из пистолета Пулемета 10 мм Так и Одиночными Выстрелами Но Отличительная Особенность Этого Автомата В том Что в отличие От того же Пистолета Пулемета Им можно Пользоваться Издалека Из него можно Стрелять Издалека На дальней Дистанции И он Довольно Хорошо Должен себя Показывать Хотя Я этого Не пробовал Еще Пока Но Судя по всему По его дулу Оно Довольно Длинное Оно Должно Бить Довольно Прицельно И Огневая Мощность Огневая Мощь Должна Сохраняться На Довольно Большом Расстоянии Поэтому Его можно Использовать На дальних Расстояниях Прямо Стрелять Очередями И не Переживать Что вы Не уничтожите Свою цель Не разобьете Его Надо будет Как-нибудь Испытать Его Именно При стрельбе Очередью Посмотреть Разлетится ли Мой оппонент Так же Как при стрельбе Вплотную Мне просто Интересно Требуется Для него 5 сил В него Заряжается 24 патрона Типа 5 мм 5 мм Патроны Полуоболочные Есть так же Бронебойные Патрончики Так же Как и Для других Типов оружия Весит он Не так много Поэтому Для меня Это пока Лучшее Легкое оружие Из всех Что я видел Ну и Еще один Тип оружия Это вот Плазменный Пистолет Хотя Давайте Нет Сначала Расскажу Еще Вот О Ближнем Оружии Это Электрокнут Электрокнут Который Я нашел Здесь В канализациях Вещь Крайне Бесполезная На мой Взгляд Если бы Я качал Там Ближнее Оружие Холодное Оружие То Тогда Конечно Я Экипровал Этот Электрокнут Себе В руки Давайте Поставим Посмотрим Как это Будет Смотреться Какой-то Полицейский Знаете Как полицай С дубинкой На футбольном матче Да Это Конечно Забавно Смотрится Да Смотрится Как обычная Дубинка Но Видим Что На самом Деле Это Не совсем Обычная Дубинка Потому что В момент Удара Эта дубинка Производит Разряд Тока И Разрядом Тока Видимо Вырубает Свою Жертву Либо Наносит Ей Какой-то Серьезный Ущерб Урон Что же Тут Написано Это Электрокнут Производство Компании Ват Электроникс Компания Ват Электроникс Это Видимо Какой-то Крупный Монополист Который Производит Большую Часть Электротехники Мира Fallout Но Это Такой Счоп Знаете Они Даже Не пытаются Разнообразить Какие-то Там Какие-то Новые Бренды Придумать Там Типа Производители Разных Там Электротехники Потому что Видите В нашем Мире Их дофига Но У них Якобы Там Какая-то Монополия И Во всех Fallout Всегда Все Электрооборудование Там От Тостера До Кофеварки Там От Электрокнута До Электростанции Там Все Производит Компания Ват Электроникс Мне даже Стало Интересно Что это За Кнута Называется Модель Лучший Друг Лучший Друг Фермера Питание Обеспечивается Малыми Батарейками Смотрите Лучший Друг Фермер Значит Ее Основное Предназначение В том Чтобы Лупить Бромин Лупить Бромин Непослушных Бромин Которые Не хотят Захотить В загон Или выходить Из загона И в общем То Она Нужна Только Для Пастухов В первую очередь Для фермеров Но Видимо Она Ну То есть Без проблем Она работает На людей В принципе Так Ладно Питание Обеспечивается Малыми Батарейками Которые Я уже Извлек Вот Эти Батареечки Они Кстати Универсальные Небольшая Автономная Единица Хранения Энергии Весит 3 фунта Кстати Эти батарейки Подходят И для Вот Этого Плазменного Пистолета Именно Поэтому Я их Извлек Из Электрокнута И Они Мне Пригодятся Для Моей Плазменной Пушки В Электрокнут Влазит 20 Зарядов 20 Таких Маленьких Батареек Весит Она Всего 3 фунта Не так Шемного Но Для Легкого Оружия Это Многовато Все же Еще У меня Валяется Острый Нож Про Который Смысла Говорить Никакого Нет Потому Что Ну Это Самая Распространенная Железка В этой И Она Валяется Здесь Практически На каждом Шагу Бесполезная Штука Крайне Бесполезная Чуть Чуть Более Полезная Чем Ваш Кулак Так что Блин Даже Не заморачивайтесь На этом Ноже Никогда Проще Даже Драться Кулаком Ну Хотя Нет Если Вы Конечно Полный Лох Там То Можете Драться С ножом Конечно Ходить Если У вас Там Вообще Сила Нисколько Не Прокачена Для Него Кстати Требуется Всего Лишь Две Силы Так Ну И Вот Еще Одна Пушечка Это Последняя Пушка На сегодня Это Плазменный Пистолет Который Я нашел Совсем Недавно Я его Нашел Вот Здесь Он валялся Здесь У одного Из Трупов Я даже Не помню По моему Вот у Этого Трупа Он валялся У охранника Зомби Я нашел В этом Трупе У этого Трупа В карманчике Этот пистолет И Что же Такое Это Плазменный Пистолет Глок 86 Разработан Он И Следовательским Институтом Гастона Глока Выстреливает Он Небольшим Зарядом Нагретый До предела Плазмы То есть Он Стреляет Какой-то Плазмой Там Которая Видимо Как-то Генерируется При помощи Малых Батареек Которые Вы заряжаете В этот Пистолет Питание Этого Пистолета Стреляется При помощи Малых Батареек Как я уже Сказал Силы Требуется Четыре И вот Шестнадцать Зарядов В него Входит То есть Шестнадцать Маленьких Батареек Что Намного Меньше Чем Например Даже В том Тот же В том Же Кнут Влазит Намного Больше Батареек Ну Не Намного Но На Четыре Батарейки Больше То есть Шестнадцать Зарядов Смотрите Какая Его Огневая Мощь Он Урон В ближнем Бои Составляет 15 35 А в дальнем 20 Для сравнения Смотрите Я сравню Его Сейчас С калашом Калаш издалека Снимает Сразу 45 Единиц Здоровья То есть При хороших Условиях Он снимает До 45 HP Вблизи Правда Он Слабоват Он в два Раза Слабше Чем Тот же Самый Плазменный Пистолет Ну Поэтому В принципе Я думаю Что их Следует Таскать С собой В паре Эти два Оружия Вдалеке Нужно Использовать Штурмовую Винтовку АК Калаш Ну А вблизи Конечно же Плазменный Пистолет А если Жалко Калаш То можно В принципе Обойтись Охотничьим Ружьем Которое Также Вдалеке Бьет Очень Хорошо Ну А вблизи Даже Круче Чем Калаш Но Оно Опять же Не умеет Стрелять Очередями Поэтому Оно Проигрывает Калашу Поэтому Вот эти Два Оружия Для меня Это Мастхэв Ну И Запасное Оружие Это Винтовка Что ж Все На этом В принципе Эта серия Заканчивается Я думаю Я рассказал Обо Всем Хотя Хотя Давайте Еще о патронах Сейчас расскажу Которые у меня Есть Это 10-мм Полуоболочные Патроны Для Самых Первых Пистолетов Легких Пистолетов Которые Были В самом Начале Игры То есть Для пистолета Пулемета И для Простого Пистолета Самый Простейший Самый Дешевый Тип Боеприпас В этом мире Они Есть У каждого Торгаша И практически У каждого Бойца В кармане Хотя Чаще В кармане У бойцов Можно встретить Наверное Даже Пистолеты Для Кольта Магнума Знаете Да Которых У меня К сожалению Сейчас нет Я их все Продал Также Есть Еще Такой Тип Боеприпас Это Красненькие Патроны Бронебойные Такие же Десятимиллиметровые Точно для Таких же Моделей Пистолетов Для Простейших Пистолетов По Десять Миллиметров То есть Пистолет Пулемет И Обычный Пистолетик Ну и Что Еще У меня Есть Вот такие Патроны Это Обойма Патронов Калибра 0.223 Патроны Для Винтовок Магазин С патронами Для Винтовок Оболочные Кстати Это оболочные Патроны Весит 2 фунта Одна такая Обойма И здесь У меня А в одной Обойме Так по моему В такой Помещается 50 патронов Насколько я помню И здесь У меня Две с половиной Ну и как Три Можно засчитать Поэтому она Весит Селых 6 фунтов Нехило Также у меня Есть вот Такие Пятимиллиметровые Для чего Нужны Вот эти 0.223 Кстати Смотрите Они нужны Вот для Вот этой Винтовочки Охотничье Ружье То есть Для таких Вот ружей Они подходят И пока Больше Я не знаю Где их Еще можно было Применять А еще У меня Был Обрезное Оружие Да Такой Обрез Я не знаю Я его по моему Продал Да Продал Да У меня был Такой Обрез Который Который Тоже Использовал Тот же Калибр 0.223 Но он Очень слабо Был Показывал себя В дальнем На дальней дистанции Он был Сильнее Конечно Намного Вблизи Но на дальней дистанции Слабее Поэтому я Все таки От него избавился Когда получил Калаш Зачем Калаш Вблизи Намного Эффективнее Потому что Он стреляет Очередью А тот Тот стрелял Как обычно Винтовка Всего лишь Одиночными Так Ну еще Что у меня есть У меня есть еще Вот такие вот 5 мм Это обойма Маленьких Легких Боеприпасов Калибр 5 мм Для Моего Калаша Их у меня Всего 91 Патрон остался Хотя брал Я их Изначально 150 То есть я уже Почти 60 На зомбарей На каких-то Вонючих Я их извел Ужасно Просто Что мне еще Из оружия Осталось В принципе Я по-моему Про все оружие Что у меня есть Рассказал Ну и все На этом все Серия заканчивается Это была серия О оружии Которые я собрал За последнее время За последние Там Несколько серий Игры Несколько часов игры С вами был Эйс Смотрите продолжение В следующей серии Мы рассмотрим В следующей серии Мы рассмотрим Препараты Различные медикаменты И препараты Которые Есть в фоллауте И Точнее сказать Те которые Я уже успел Собрать Ладно Это была 11 серия Всем пока Смотрите продолжение Смотрите продолжение